Сегодня я расскажу вам о настоящем ордер-блоке, покажу как он работает и какие ордер-блоки рассматривать нельзя. И первое, с чего мы начнем, это то, что такое ордер-блок и как его определить. Есть два простых правила, чтобы определить ордер-блок. Первое правило это то, что свеча должна снять ликвидность предыдущей свечи. Мы с вами видим, что данная зеленая свеча свипает предыдущую свечу и закрывается выше. При этом не важно, как закрывается здесь тело, мы можем закрыться телом. И вот так в данном случае нам важен факт того, что данная свеча была выше вот этой свечи. В остальном здесь никакого правила на самом деле нет. Следующее правило, мы должны получить имбаланс. После того, как первая свеча у нас закрылась, у нас началось резкое движение второй свечи. Причем третья свеча, она продолжила движение и оставила между собой, между первой и третьей свечой, вот такое вот пространство имбаланс. Если бы в данном случае у нас свеча третья двигалась в таком направлении, как это вообще выглядит движение? Мы сделали вот так, потом мы сделали вот так, вот так и спустились ниже. Здесь у нас получается имбаланса бы не было. Но в данном случае мы видим, что движение наших свечей произошло в таком формате. Соответственно, вот это вот расстояние, это и есть имбаланс. Вот это и есть основное правило того, что считать ордер-блок. То есть вот этот вот зону у нас является ордер-блок. Это было наше первое правило, по которому мы определяем ордер-блок. Но у нас есть несколько разновидностей ордер-блока. Например, следующая формация. У нас иногда бывает так, что между первой и второй свечой нет имбаланса. То есть движение свечей у нас происходило следующим образом. Мы видим с вами, что в данной области у нас... В прошлый раз мы с вами имбаланс вначале вот здесь. В данной области у нас имбаланса никакого нет. Мы видим следующее. Поскольку здесь нет никакого расстояния между этими свечами, мы смотрим следующую свечу. У нас появляется четвертая свеча. И поэтому мы имбаланс выделяем между вот этими свечами. В данном случае ордер-блоком у нас будет не первая свеча, а вторая. И выделять ордер-блок в данной ситуации мы будем вот в таком формате. И реакцию мы будем ожидать точно от второй свечи. Не от первой, как в данном случае, а от второй. Если вы будете выделять ордер-блок вот так, это является неправильным выделением ордер-блока. И вы будете видеть такие ситуации, когда у вас цена доходит вот до этого уровня и улетает вниз. То есть чуть-чуть совсем не подошли к вашему ордер-блоку и полетели ниже. Переходим к следующему правилу. У нас с вами бывает ситуация вот такого вот формата. Когда наша свеча, которая является в данном случае второй, она закрывалась выше первой свечи. Соответственно, в данном случае у нас также есть свип ликвидности. С предыдущей свечи мы взяли ликвидность первой свечи, когда была вторая свеча, и после этого пошли вверх. На самом деле, скорее всего, в формации это будет выглядеть примерно вот так. Но в любом случае более высокая свеча является второй. То есть в данном случае мы с вами видим, что движение цены произошло вот таким вот образом. И, соответственно, вторая свеча в данном случае одна у нас выше. Но что мы видим после этого? После этого у нас также с вами есть имбаланс. Отметим? Вот наш имбаланс. Я думаю, с движением свечей все понятно. Соответственно, в данном случае имбаланс находится у нас на третьей свече. Почему-то некоторые коллеги выделяют имбаланс вот здесь. Это совершенно неправильно. То есть здесь между данными свечами у нас нет имбаланса. Потому что движение данной свечи, оно никак не зависит от вот этих свечей. То есть у нас есть четкая свеча, которая сняла ликвидность предыдущей свечи. И именно она является стартовой для того, чтобы определять ордер-блок. Это очень важно правило. И именно на этом правиле очень часто вы будете получать стоп-лосс. Либо цена не будет даже технически доходить до вашей зоны. Технически вы получите реакцию в самом начале и можете повалиться ниже. Как выделяется здесь ордер-блок? Ордер-блок в данном случае у нас выделяется вот так. То есть это я удаляю. Это совершенно неверно. В данном случае это движение будет являться вот таким. Это три правильных вида ордер-блока. И они немножко расширят ваше понимание рынка. Поскольку некоторые из моих коллег не показывают вам полностью все эти ордер-блоки, а начинают рассказывать про брейкеры, метигейшены. Вы выпускаете всю суть. Очень часто вам показывают совершенно неправильно ордер-блоки. Но сейчас давайте перейдем с вами на график и посмотрим, как у нас отрабатывают ордер-блоки. Ищем правильно ордер-блоки и видим от них отработку. То есть вот у нас первое свеча. Это второе правило переноса ордер-блока. Если бы вы работали по правилу, по которому вас учит Санчо или кто-нибудь еще, вы бы никуда не дошли. Мы видим, что здесь точка входа немного ниже. Поэтому смотрим дальше, как у нас дальше отрабатывает ордер-блоки. В данном случае у нас тоже можно было бы рассматривать ордер-блок, но имбаланса у нас нет. Эта свеча также снимает лой предыдущий, поэтому мы переносим свои свечи и смотрим, что у нас происходит дальше. Здесь у нас есть имбаланс. Есть. Да, все верно. После него у нас. А, нет, наверное, все-таки имбаланса здесь нет. Да, это внутренние свечи, поэтому мы их не берем в расчет. Здесь имбаланса, к сожалению, нет. Смотрим дальше. Дальше мы смотрим вниз. Здесь тоже у нас никакого движения нет. Здесь у нас будет дальше перенос свечей. Здесь равные минимумы, поэтому мы рассматриваем вот эту свечу. Следующая свеча, она у нас является внутренней. После нее видим, есть имбаланс. Поэтому у нас правильный ордер-блок, и мы движемся дальше. Видите, как просто и каждый ордер-блок, который мы с вами сейчас отметили, он имеет отработку. Однако этот ордер-блок не отработал. Почему же он не отработал? Потому что мы сейчас идем, отмечая все подряд ордер-блоки, которые мы видим. Также в моей телеграм-группе очень много обучающего материала, который позволит вам торговать самостоятельно. Вы понимаете, как правильно определять ордер-блоки, и мы с вами видим, что все ордер-блоки, которые были по тренду, они все отработали. Даже вот здесь, посмотрите, как идеально отрабатывают ордер-блоки. И это я рисую просто подряд каждый ордер-блок. А теперь мы с вами разберем, какие же ордер-блоки использовать нельзя. Здесь схематически отображен предыдущий график. По факту у нас отработал нижний ордер-блок, после чего у нас пошла реакция вверх. Но при этом вы видите, что когда у нас идут ордер-блоки против тренда, мы их в большей степени пробиваем. Поэтому данные-блоки использовать нельзя. Если вы хотите зарабатывать трейдингом, обязательно используйте ордер-блоки, которые идут по тренду. Также есть еще один вид ордер-блоков. Это ордер-блок, после которого у нас идет ликвидность. Мы с вами понимаем, что за данными минимумами у нас есть ликвидность. Соответственно, с большей вероятностью цена, подойдя к данному блоку, получит, может быть, даже небольшую реакцию, но после этого обязательно пойдет вниз. И с большей вероятностью отработает от данного блока. Этот блок называется SMT-блок. Это Smart Money Trout. Ловушка для людей, которые торгуют по стратегии Smart Money. А на этом у меня сегодня все. Пока.